Семья Шатовых переезда из аварийного дома ждала несколько лет. Зимами, рассказывают эти жители Лежнего, приходилось буквально выживать. Сегодня у Шатовых большой праздник. Им досталась квартира в новостройке, двухкомнатная, 56 метров с отдельным входом. Своё новое жилище Шатовы сегодня увидели буквально впервые. Переезд планируют в самое ближайшее время. Здесь условия в разы лучше. Электрическая плита, водонагреватель, централизованное отопление. Стену у нас прогнили внизу, фундамент тоже. Дверь у нас даже плохо прикрывалась. Щёлка была зимой, очень холодно. Приходишь, сразу перебываешь в сваленьке. Мы, конечно, долго добивались. Говорит, нечего, ходили. Ну вот добились. Наверное, все тут ходили, мы просили и нас заметили. Вместе с семьёй Шатовых ключи от новых квартир из рук губернатора региона получили ещё 29 семей. В трёхэтажной новостройке – 1400 квадратных метров. Есть как однокомнатные и двухкомнатные, так и большие трёхкомнатные квартиры. Бюджетом разных уровней этот дом обошёлся почти в 31 миллион рублей. Выполнена отделка под ключ, установлены раковины, унитазы, бойлеры, плиты. То есть, по большому счёту, можно заехать и жить. Но не обошлось без недоделок. Павел Коньков обратил внимание на то, что с первого взгляда не заметили обрадованные переездом жители. Никак мы не научимся в комплексе всё. Здесь отличные квартиры. Там где-то побелочка прямо на косяк выступает, а где-то мусор не вымели. Вот не сделали дорожку. Но мы сделаем выводы из этого дела. И глав районных администраций на это дело сориентируют. Всё-таки мы должны новые дома сдавать без сушка, без задоринков, чтобы был удобный комфорт. Главное, чтобы этот дом, возведённый в рекордные сроки, строителям понадобилось 10 месяцев, не пополнил чёрный список так называемых новых аварийных домов. Глава региона уверил жителей, что и жильё проблем не доставит, трещинами не пойдёт и в ближайшие десятилетия не развалится. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.